Привет! Сегодня не будет никаких исторических экскурсов, сегодня я хочу вам рассказать историю из моей собственной жизни. Историю про чудо, потому что когда еще говорить про чудеса, как ни накануне Нового года. Это было довольно давно, в лихие 90-е, как нынче принято говорить. Я снималась в картине «Разбурчивый жених» на Ленфильме и столкнулась там со своим оператором Радиком с прошлой картиной «Действуй Маня», которая принесла мне довольно большой зрительский успех. Он спросил меня, почему я никак не захожу в бухгалтерию, где меня уже довольно давно ждут мои постановочные. Это нечто вроде премии, если картина имеет зрительский успех. Целых 2000 рублей, а ты все никак и не заходишь. Я сказала, что это для меня полная новость. Я вообще не знала, что мне причитаются какие бы то ни было деньги. Это вообще-то огромный подарок, потому что я бедная артистка была. И в театре у меня была очень маленькая зарплата. Но я никак не успеваю опять зайти за этими деньгами, потому что вот сейчас меня ждет автобус, я должна ехать на натуру, а потом я уже сразу еду на поезд, чтобы ехать в Москву, потому что у меня завтра спектакль. Радик меня утешил, сказал, ты знаешь, у меня есть знакомство в бухгалтерии, и я как-то смухлю и поставлю твою подпись. Но я вечером тоже еду на Красный Стреля, значит, в Москву, я тебе их занесу прямо в купе. Так мы и договорились. Вечером так оно и случилось. Я сидела в купе, в него за минуту до отхода поезда ворвался Радик, кинул в меня без конверта, без ничего, вот просто перевязанную резинку, такую весистую котлету денег, значит, и крикнул, что он все перепутал. Он едет другой Красной Стрелой, который отходит через минуту с другого перрона, поэтому он должен срочно бежать. И, значит, как вихрем вылетел из моего купе. А я счастливая положила, значит, деньги в рюкзак, и заснула в мечтах о том, что я хочу купить плащ, давно хотела купить плащ, вот теперь наконец-то я смогу осуществить эту мечту. Но наутро меня разбудил сосед в купе, который сказал, девушка, проверьте, вас не ограбили. Я, значит, первым делом всунулась в рюкзак, и, само собой, где там этих уже не было. Немножко удивляло то, что на столике оставались лежать мои золотые сережки и плеер, что было в 90-е тоже довольно серьезной ценностью, и даже в кошельке, который лежал чуть ниже в рюкзаке, тоже остались все деньги. Но вот эта вот котлета денег, собственно, да, и исчезла. Соседа тоже ограбили. Нас уныло спросила проводница, будем ли мы писать заявление в милицию. Мы вам сказали нет, потому что времена были довольно суровые, воровство было повсюду, и было понятно, что никто и никогда не найдет нашу пропажу. В общем, так вот, несолонно хлебавшей, я и вернулась домой, где рассказала маме про всю эту ситуацию. Мама сказала, да ты с ума сошла, это твой сосед тебя и ограбил, это же ясно как белый день. Я подумала, да, действительно, наверное, потому что это у него на глазах Радик передавал эти деньги, это была такая большая сумма, наверное, он не смог справиться с соблазном, и, собственно, это мне объясняло, почему золотые сережки и все прочее осталось нетронутым. И все это я поняла, глубоко вздохнула и сказала, ну, ладно. Почему я так отнеслась к этому, к этой потере, в общем, довольно серьезной, потому что, знаете, когда вот ты так вот спонтанно с утра узнаешь, что тебе причитается 2000 рублей, а потом их уже на следующее утро уже и нету, ты как-то не успеваешь расположиться, ну, что ли, что эти деньги твои, что ты что-то на них хочешь сделать, там, и так далее, ну, как-то, знаете, не было и нету. Я вот так высказала. Но меня мучил вопрос внутренний. У меня все время было ощущение какой-то ошибки всей этой ситуации, потому что я не понимала, ну, чему она должна меня научить. Но если я не страдаю по поводу этих денег, если я не проклинаю этого человека, а понимаю, что он не удержался от соблазна, ну, что делать, да, конечно, он не хороший, но как-то не проклинаю. Ну, то есть, короче говоря, я... Эта ситуация как-то вот не поколебала моего внутреннего покоя, и поэтому я не понимала, чем она меня должна научить. А я уже привыкла к тому времени думать, что все происходит зачем-то. Так зачем? В чем урок? Думала я. И не могла понять. Равно через неделю я снова ехала в Питер на съемки, вошла в купе, и там сидел удивительный человек. Это был просто какой-то персонаж, я его сказала. Потому что я клянусь вам, он был похож на Санта-Клауса. Вот клянусь, прямо вот такой, как в рекламе нам показывают сейчас, в Кока-Колу, вот, значит, за рулем этого грузовика, ну, разве что не в шубе. На нем был синий костюм-тройка, но вот такая же бородка, полностью седая голова, даже какие-то маленькие очочки круглые такие вот, и трость с серебряным набалдашником, и часы, заправленные в жилетку на цепочке. Просто какой-то уникальный дядька. Он оказался американцем. Какой-то он юрист, приехал, значит, как он мне объяснил по каким-то делам, в Питер, ехал, ну, прекрасно говорю, по-русски. Мы с ним чудесно поболтали весь вечер, пока, значит, не легли спать, и с утра пока ждали, значит, что поезд подъезжает к Питеру, попивая чаек из подстаканников. И вдруг он сказал, вы знаете, вы мне так симпатичны, что я бы очень хотел, чтобы у вас осталось от меня что-нибудь на память. И если бы мы были где-нибудь с вами в гостях, мы столкнулись были бы, вы ко мне пришли в гости, то наверняка я бы нашел, что вам подарить. Но сейчас мы вот в таких обстоятельствах, в дороге, в пути, что я очень хочу, чтобы вы взяли от меня вот это, и он протянул мне 20 долларов, и купили себе что-нибудь, и это будет мой подарок вам. Я ужаснулась, значит, как всякий нормальный советский человек, 20 долларов, как вообще, с чего бы вдруг я брала деньги у незнакомого мне человека, в общем, отказывалась всячески, а он всячески меня уговаривал, и говорил, для меня это ничтожная сумма, пожалуйста, это будет такой сувенир. В общем, я отказывалась, отказывалась, и он, отчаявшись, взял книжку со стола, которая все это время лежала там, я ее видела, открыл ее на какой-то странице, показал мне, ткнул в нее пальцем и сказал, вот хотя бы из-за этого вы должны взять. Это была Библия. Библия очень странная, тоже для меня была в новинку, она была разлинована напополам, на одной стороне был английский текст, а на другой стороне, значит, русский. И вот он мне нашел, значит, цитату, которая гласила, «Недо не оскудеет рука дающего». Ну, вот, как говорится, я сдалась. Но уже было отказываться действительно неловко. Я поблагодарила его очень сильно, сказала, спасибо, это невероятно, но хорошо, конечно же, я что-то куплю от вас на память. Когда я подъезжала к Ленфильму, рядом с ним был обменный пункт. Я решила посмотреть, сколько же денег в рублевом эквиваленте он мне дал, потому что была не сильно знакома с курсом доллара, повторяюсь, была бедная артистка, смешную зарплату в рублях получала, у меня не было повода, значит, ее обменивать на доллара, и остолбенела. Потому что курс доллара был равен 100 рублям. И это означало, что 20 долларов, которые мне подарил этот человек, были ровно 2000 рублей, украденные у меня неделю назад в точно такой же обстановке, в поезде, в СВ, только по дороге из Питера в Москву. Я понимала, что всю эту неделю, мучаясь, что же должна мне объяснить эта ситуация, я была права, только я никак не ожидала, что этот урок будет настолько удивительным, и что вся эта история должна будет научить меня тому, что в жизни есть место чуду, что иногда справедливость торжествует над несправедливостью вот таким удивительным образом. Но это бывает. Это случилось со мной. Потом я, кстати говоря, на эти деньги действительно купила плащ. Это тоже была отдельная удивительная история. Этот плащ вы, кстати, можете увидеть в одном из моих недавних постов, в котором я рассказываю о том, как я была на ТЭФе, в 90-е, там мы с мужем совсем молоденькие, такую клеточку плащ. Этот плащ я купила в комиссионке, а тогда все продавалось в комиссионке, и колбаса, и консервы, и ручки перьевые, и плащи, ну все вместе. Он выделялся из всех, он был какой-то необыкновенной красоты, и стоил ровно 2000 рублей. Я подумала, решено, это тоже знак. Я его купила. Я тогда была незнакома со всеми фирмами и марками. Я показала своей какой-то подружке, которая занималась историей костюмов в театральном институте когда-то. И она сказала, ты с ума сошла. Это фантастическая фирма, это же манши. Это безумных денег должно стоить. А стоило 20 долларов. Или 2000 рублей. Этот плащ жив до сих пор. И всегда, когда я на него смотрю, я вспоминаю этого человека, который хотел, чтобы я его запомнила, и хотел что-то оставить от себя на память. И я безумно ему благодарна за то, что он открыл мне эту истину про жизнь, про то, что в жизни есть место чуда. И я хочу вам напомнить об этом перед Новым годом. А то мы все рассказываем нашим детям, что чудеса бывают. Но сами понимаем, что жизнь гораздо более сурова. Нет, она не так сурова. То есть она сурова, но чудо есть место. И я вам очень желаю, чтобы в наступающем году с вами оно почаще случалось. Главное в него верить. И тогда оно происходит. Ну или даже если не веришь, все равно происходит. С наступающим вас всех. И расскажите, в вашей жизни были чудеса? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!